Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, когда мы вот переписывались с Гантели, это было не так уж и давно, это было в ответ на какой-то пост на моей страничке во Вконтакте, мы с ним переписывались, я сказал ему, что ролик про тебя, ну, знаете, сам по обзору или наподобие того, сделаю только за 50 тысяч рублей. И можете считать, что эти самые 50 тысяч рублей мне заплатили, потому что не сказать об этом я не могу, не все посмотрели двухчасовый видеоролик просмотров, там действительно много, однако я просто хочу сказать вот такие, знаете, очевидные вещи, немного не очевидным языком, которые, возможно, некоторые люди не выкупили, потому что это самп-сегмент, и тут даже вот прямую гиперболизацию или там прямую пост-иронию, даже, знаете, не мета-иронию, многие не выкупают, и поэтому существует этот ролик. Я вообще бы не подумал, что на гантели увидят никому не нужный, потому что вроде как он зарабатывает деньги, вроде как у него даже просмотры на таком, знаете, ну, неплохом уровне, вполне таком, если посмотреть на каких-нибудь там других самперов по типу Милки, там, или Данила Герреру, или там, я не знаю, на Ахера и так далее и тому подобное, то там мы сможем увидеть такой, знаете, спад по просмотрам, вот такую вот тенденцию спада просмотров уже на протяжении нескольких месяцев. У Данила Герреры это идет с года, наверное, 2000, там, я не знаю, 17-го, 18-го, а вот Влад Гантели, у него вроде бы и просмотры есть, да и с Аризоны он вроде как сотрудничает, да и деньги вроде как неплохие зарабатывает. Однако, он никому не нужен духовно, морально, адекватным людям он абсолютно не нужен. Все адекватные люди от него уже давно ушли и остались просто тупые адепты. Вот эти вот 576 на данный момент человек, которые так или иначе поставили дизлайк под видеороликом Ангела Касада. Вы только представьте весь масштаб этой трагедии. Влад Гантеля натравил своих хомяков, своих адептов в количестве там, ну, более чем 500 человек, блять. И, вы знаете, и только вот эти вот хомяки поставили вот свои вот эти вот 500 дизлайков, а вот адекватные люди поставили 1100 лайков. Влад Гантеля, я думаю, что в данном случае нужно уже задуматься и начать уже что-то менять в себе или в своем контенте, потому что ранее ты таким не был, ты всем нравился абсолютно другим человеком. Возможно, деньги помогли вот твоей такой, знаешь, алчной, корыстной душонке раскрыться. Однако, лично я думаю, что ты ранее не был таким или просто не показывал себя вот именно таким, потому что непонятно, искренне ты сейчас, не искренне, специально ты так делаешь, не специально. Ну, 600 рублей ты явно отдаешь специально, потому что тебе, видимо, нравится, когда тебя ебут в жопу, причем, там, неоднократно на протяжении, там, уже нескольких недель, возможно, даже месяцев и так далее. Причем, понимаешь, Влад Гантеля, во всех своих бедах ты на данный момент виноват сам, потому что, если бы не твое вот это вот, знаешь, охуеть, какой победит, ты, видимо, слишком много себе позволил, ты, видимо, возомнил себя каким-то Господь Богом, блядь, который решает, кому на Ютубе снимать, а кому на Ютубе не снимать. Нет, ну ты чё, блядь, серьёзно? И вы знаете, Влад Гантеля, он уже весь дрожит, он не знает, блядь, чё делать. Это такой, знаете, инфантильный даун в теле, такого, знаете, большого, накачанного человека. Однако, вы знаете, эти мышцы, они абсолютно ему никак не помогут, потому что в душе он ебаный, тупой ребёнок. То есть, ну, я не знаю, как бы, что можно при него ещё вот наиболее как-то можно его, наиболее лучше его можно описать. То есть, вот именно инфантильный даун просто в теле большого, такого уже взрослого мужика, казалось бы. И вы знаете, вот, изначально Влад Гантеля такой был, типа, ой, ангел Касада, сделай на меня, пожалуйста, разоблачение. А потом он такой, я, блядь, приеду к тебе и, блядь, набью тебе ебало и тебя обоссу. Серьёзно, Владос, блядь, не, ну ты это серьёзно, блядь, или что, кем ты себя нахуй возомнил? Серьёзно, то есть, ладно, возможно, возможно, что ты не вникаешь во все эти конфликты ютубовские, которые были, есть и будут и так далее. Однако, давай я тебе проясню кое-что. Вот есть такие люди, ну, ты знаешь, не магия, два вот таких вот человека. Так вот, Баста, ну ты, наверное, знаешь, кто это такой, объявил на них охоту и сказал, что за экстремальное фото с ними заплатят 30 тысяч рублей. Их искало, блядь, всё Кемерово, но по итогу они остались живы, целы и здоровы. Думаю, что ситуацию с Олегом Тиньковым ты знаешь и пересказывать её я смысла в данном случае не вижу. Однако, блядь, ты, ты, блядь, один человек. Ты, блядь, даже не из этой страны, и ты хочешь сюда приехать и начать вот всех наказывать, да, меня, там, я не знаю, ангела-коса, да, каких-то, блядь, других людей, которые тебе пишут в ЛС по поводу 600 рублей. Ты это серьёзно, блядь, или что? Нет, Владос, блядь, ты это серьёзно? Или ты знаешь, ты вот как Блэк Джизус, который сначала такой, ой, блядь, да тебе пизда, блядь, тебе пизда, сука, а потом такой, да ты чё, блядь, да это же был рофл. Не, ну ты чё, ты, блядь, не выкупил, ты чё, блядь, не понял? Ну, серьёзно, блядь, нет, ну, 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 серьёзно, это же был рофл, всё, ну ты чё? Возможно, ты сейчас тоже можешь съехать на рофл, сказать, ой, да вы чё, блядь, от коса, да опять всё вот так вот перетел, скорее всего, ты так и сделаешь, потому что, даже знаешь, ты на ролик никак не ответил, потому что тебе тупо нехуй ответить. Два часа идёт анальная порка тебя, блядь, в очко, хотя я не знаю, как может быть анальная порка не в очко, но это уже не важно. Ты просто проебал, и, вот знаешь, ты, наверное, сам уже подозреваешь, что кроме вот сам сегмента твои вот эти вот, блядь, кривляния, они больше никому не нужны. Вот у тебя есть какой-то определённый вот состав хомяков, и как мы сейчас можем видеть, это 576 человек, которые пришли и поставили дизлайк, абсолютно не разобравшись, потому что они мне потом ещё, блядь, в ЛСВК писали, почему я не прав, почему, блядь, прав ты, и всё, что они писали, это типа, бля, не, ну, Влад Гантель эти ебало-то, блядь, набьёт никакого конструктива, абсолютно нихуя. Ты воспитываешь маленьких, тупоголовых детей, ты же сам понимаешь, что ты, блядь, никуда не приедешь, да даже, блядь, если ты приедешь, как ты, блядь, искать тут кого-то будешь, ты что вообще еблан? Ну ладно, ладно, мой адрес, мой номер телефона есть у Луняши, можешь, блядь, взять там, позвониться, звонимся с тобой, Владос, пообщаемся, в самом деле, ну ты чё, бля, звони, безусловно, там только, я не знаю, в 12 часов ночи не звони, я, возможно, уже спать буду или наподобие, а так, звони, пообщаемся, конечно, Владос, так, поговорим на тему 600 рублей, которые ты, блядь, не вернул людям, разумеется, давай, блядь, Владос, я просто не знаю, блядь, понимаешь, ты не Олег Тиньков, блядь, и даже не Баста, поэтому у тебя нихуя в данном случае бы не получится и не получится сейчас, не получилось бы и не получится сейчас, и я абсолютно не знаю, на что ты надеешься, когда вот эти вот все свои угрозы, блядь, травишь, ты надеешься, что люди остановятся, блядь, или что, да даже если вот так логически подумать, блядь, ну приедешь ты, да, каким-то образом, непонятно каким, найдешь, выловишь, блядь, Вова Ангела Касада или меня, блядь, приезжай в Казань, ну хули нет, блядь, я не понимаю, и... Ой, блядь, и побьешь, что дальше-то от этого изменится, блядь, что, я перестану тебя чмырить, блядь, или что, тупой еблан, я не понимаю, что ты этим добиваешься, блядь, что изменится-то, сука, я просто не понимаю, блядь, я не... Возможно, мне люди в комментариях объясняют, или, блядь, ты мне объяснишь, хули изменится от того, что ты побьешь, блядь, человека, что, блядь, что нахуй, в чужой стране, блядь, нарушишь закон, ты вообще еблан, блядь, чтобы тебе потом въезд сюда запретили, блядь, я не понимаю, чем ты нахуй думаешь. И разбирать тебя, безусловно, все твои вот эти вот фразы можно бесконечно долго, однако, знаете, давайте сделаем такой интерактив, Влад Гантеля очень просил написать ему и спросить по поводу 600 рублей, пожалуйста, напишите, спросите, вот он очень любит поразговаривать на тему 600 рублей, вот он как слышит слово 600, он сразу добавляет такой рублей, да, 600 рублей, ага, 600 рублей, ммм, и вот так вот. Ну, я абсолютно не понимаю, блядь, Влад Гантеля, ранее я даже не смотрел твоих роликов, абсолютно ни одного, но мне рассказывали, что ты вроде как неплохой челик и так далее, то, что ты делаешь сейчас, это просто пиздец, вот это весь, блядь, снюс, пропаганда, блядь, алкоголя, курение и так далее, пиздец. Блядь, Владос, ну, да какой ты, блядь, Владос, ты максимум, блядь, Игорь какой-нибудь там нахуй, я не знаю, просто в самом деле, блядь, ой, пиздец, и видно, как ты пытаешься, блядь, усидеть максимально на вот этих вот нескольких стульев, чтобы тебя и с Аризоны не выгнали, и как бы с аудиторией особо, чтобы она от тебя тоже не ушла, вот так вот пытаешься усидеть, но у тебя не получится, понимаешь? Рано или поздно люди выкупят, кто ты такой, у тебя останется там 60-100 человек твоих вот этих вот хомяков, и это очень мало, блядь, даже если посмотреть на статистику видеоролика, большинство, блядь, за Ангела Касада, и так было всегда, большинство за правду, только, блядь, твои хомяки ебаные не за правду, и только люди, блядь, по типу Алика Лизгина, которым, блядь, нужен пиар, у которых проседают просмотры, и они такие, ой, блядь, всё, придётся идти работать на нормальную работу, пиздец. И только такие люди тебя будут поддерживать, только такие люди будут стоять за тобой, а вот за нами стоит правда, чтобы ты понимал, блядь, я не знаю, понимаешь, ты даже, блядь, куда ты нахуй приедешь, ты даже в Дискорд, блядь, сука, не мог прийти поговорить, пиздец, блядь. Я опять же говорю, все адресные данные, номер телефона есть у Луняши, бери, пиши, звони, пообщаемся, так сказать, всё сделаем нормально, Владос, всё, звони до 12 часов ночи, плюс-минус включительно, там, поговорим, там, обсудим какие-нибудь дела и так далее. Однако, Влад Гантеля никому не нужный. Это такой, знаете, толстенький, такой, закомплексованный, маленький мальчик, который уже сам не знает, что он делает и что он вообще хочет всем вот этим вот добиться. И мне абсолютно непонятно в данном случае реакция Влада Гантеля на вот этот вот видеоролик, ведь выход из данной ситуации, он был очень простой. Я его даже тут не буду называть, понимаешь, потому что ты можешь понять и, возможно, воспользоваться данным выходом, но нет, я не хочу, чтобы там люди к тебе шли, прислушивались и так далее, но выход из данной ситуации, он очень лёгкий был, но теперь у тебя его нет. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. Спасибо.